В этом году, летом, стартует реалити-шоу, участники которого на протяжении аж целых 9 месяцев должны будут жить в Сибирской тайге. Каждый из участников может взять с собой до 100 килограммов любого груза. Это может быть какие-нибудь инвентарь, инструменты для выживания или еда. И да, сегодня в нашей студии мы рады представить вашему вниманию настоящего мужчину-участника реалити-шоу, готового провести часть своей жизни в суровой сибирской тайге. Давайте поприветствуем. Это Андрей Иванов, участник реалити-шоу Game to Winter. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Ну вот что за игра? Как вы туда попали? Каковы правила еще этой игры? Ну, этот проект ведется как реалити-шоу и будет транслироваться на канале YouTube, в основном через интернет. И будут режиссерские варианты продаваться на разные каналы по всему миру. Почему по всему миру? Потому что проект планируется международный. Международный, да? И участников там достаточно из других стран. Это Мексика, Италия, Испания, Франция, Британия, Сирия, Южная Корея, Китайцы и так далее. Их очень много. И на данный момент их число где-то около 170 с лишним человек, ну, претендентов. И планируется еще прибавиться народу. Это только, получается, отборочный этап только? Да, да. Это только отборочный этап. Отборочный этап состоит из двух этапов. Первый, это до 1 марта, получается голосование, простые голосования. И, ну, предоставление анкет, и все. После второй этап оставшиеся, ну, топовые 120 человек, которые, ну, набрали максимальное количество голосов, перейдут на второй этап. Со второго этапа это уже надо будет, ну, более серьезно работать над соревнованиями. Надо будет вести блог, видео свой, ну, о себе. Кто ты, что ты, где ты живешь, чем занимаешься. Ну, что-то уже интересное, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы тебя выбрали. И в последующем уже выбрали участника, конкретным участником в проекте в 30 человек. Ну, в чем суть игры-то? Игра намечается на выживании. Очень много громких высказываний о том, что можно там делать все, что угодно. Ну, в отделах закона, само собой. Ну, на самом деле, это просто, я так думаю, пиар, ну, черный пиар, чтобы, ну, привлечь к себе больше внимания. Такой, и же, какой-то вирусная реклама. Ну, вот, и все это, на самом деле, подхватили. Не только здесь, в России, это все было огласовано, ну, освещено и за пределами России. Ну, оно сыграло свою роль, на самом деле. А по правилам, ну, как бы, все прислали, ну, как бы, то, что ты сделал, если ты нарушаешь закон, ты должен отвечать законам Российской Федерации. Вот и все. Ну, задача остаться последним участником, да? Да, да, да. Ну, 9 месяцев выживания, это, ну, начало 1 июля и заканчивается 1 апреля 2018. Дается некоторое время до наступления холодов, и, ну, ты должен будешь построить себе, ну, срок, дом, чтобы, ну, перезимовать зиму. Если ты, ну, как бы, уже не подготовился за это время до холодов, ты выбиваешь участие в проекте. То есть за лето каждый участник должен построить себе дом самостоятельно? Да, да, да. Первоначально, ну, как бы, основная задача – подстроить дом, чтобы перезимовать зиму. Ага, еще что нужно будет сделать? По поводу питания, то есть вот в эти 100 килограммов входит все питание на год, если хочешь взять, или как все-таки? Нужно будет добывать себе, да, наверное? Пока организаторы еще, как бы, не сильно распространяются насчет того, что будет предоставлено в те 100 килограмм. Они, ну, как бы, поверхностно говорят, что предоставят какое-то энное количество чего-то, оборудования, там, не знаю, еды, там. Минимальный запас. Да, конкретно чего, ну, как бы, еще не освещено. Ну, и на каждого человека 100 килограмм планируется. Я думаю, как бы, взять такие основные вещи, что как топор, нож, допустим, да, веревку, там, чтобы разжигать огонь, там, палатку, там, навес, ну, что-нибудь такое. Ну, 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 не доширак. А место какое-то уже говорено на карте какой-то, то есть в районе чего? Организаторы говорят об области, Томской области и где-то там, на берегу реки Опи или Томи, где-то так. Ну, там, наверное, не так холодно будет, как у нас в Лукутии. Ну, помягче, потому что все-таки не за полярным кругом, но, тем не менее, там бывает холода до минус 40, минус 50, но они не так держатся, ну, не так держатся, как у нас, ну, целыми месяцами. У них там неделя-две, ну, максимум, наверное. Андрей, а что вас побудило принять участие в этом реале? Ну, у меня желание изначально было, как бы, ну, с детства давным-давно, ну, как начались вот эти вот проекты на Первом канале, ну, Выжить, как его, Последний герой. Я смотрел эти программы, вообще ни одной программы не упускал и, как бы, ну, хотел, желал. И упускать такой шанс было бы, как бы, неправильно с моей стороны. А сами родом откуда? С города? Я родом из Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, Рос там, учился и заканчивал там. А вот готовы к тому, что все-таки организатор не предоставит никакой пищи, предположим? Нет, ну, организатор, значит, этого, как бы, не сильно, ну, как бы, делают акцент на этом. Они вообще, говорят, будут спонсоры, и каждую неделю будут проводиться какие-то конкурсы, и эти конкурсы, ну, как бы, с призами. И эти призы могут быть ящиком тушенки, ящиком, там, окорочков, там, чего-либо. Либо оборудование, там, непонятно, ну, неизвестно. Я думаю, не сильно там будем голодать. Ну, и тем более река рядом, можно будет рыбачить. Мы знаем, что вы из ваших соцсетей настоящий рыбак, охотник, а дом строили сами, жилище свое. Нет, ну, как бы, в тайге именно строить избушку, у меня такого не было, сразу скажу честно, но строить баню в деревне у кого-то с друзьями что-то сделать, ну, есть у меня какой-то маленький опыт, и я думаю, сруб построить, ну, как бы, не проблема. За два месяца, я думаю, поставлю. Семья готова отпустить? Возможно, даже на 9 месяцев. Да, практически. Ну, пока семья, как бы, как сказать, не сильно, ну, серьезно относится к этому, и пока не осознает, что проект серьезный, и, возможно, я уеду на 9 месяцев. Но я до этого работал вахтовым методом, и я дома отсутствовал по полгода, как бы, нормально. Опыт такой есть, отсутствие, то есть, главы семейства, да. А вот как подготовка вообще шла? Наверняка, ну, проект же глобальный, то есть, для вот настоящих действительно мужчин, это не, там, не на неделю даже съездить, там, на природу куда-то, да. Да, это, возможно, правда, 9 месяцев, и нужна подготовка какая-то. Крепкая физическая, да, физическая сила, что еще необходимо? Ну, что еще? Физическую подготовку все равно сбрасывать не надо, психологическая, как бы, подготовка тоже нужна, и навыки, вот эти вот выживания, все равно охоты, какие-то все равно должны быть, я так думаю. Ну, у меня все это, как бы, есть, но не в таких профессиональных качествах, а, ну, любительские. Я так думаю, должен этого хотеть. Вот ты уже участвовал в конкурсе «Мистер Якутия» 2004 года, являешься победителем. Там были камеры, само собой, но их было не так много, и это было не 24 часа в сутки. Как готов, вот, потому что твою жизнь буду показывать практически, ну, онлайн? Ну, я, как бы, это осознаю все это, что это так и должно быть, но я так думаю, со временем все это, как бы, забудется. Ну, это, ну, станет повседневно. Человек ко всему же привыкает. Ну, неделю будешь, там, себя как-то вести, и все это, ну, через месяц уже все, все эти камеры забудешь, и все, и будешь жить, как есть, как в обычной жизни. Какой главный приз? Главный приз 100 миллионов рублей. Ну, на что потратишь тогда? Если поверишь. Ничего себе. Ну, уверен, что это не один человек выйдет до финала, выживет, их будет несколько, и они будут должны разделить этот призовой фонд. На что я потрачу? На себя я потрачу, на семью потрачу. Вот, ну, как еще? Еще один дом построят. Да, да, да. Опыт будет большой. Уже не сруб. И, возможно, не в тайге, да, а в каком-нибудь населенном пункте. Что ж, спасибо, Андрей, мы желаем вам только успехов, достойно представить нашу республику. Спасибо. 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 за вас болеть.